Дорогие друзья, я очень рада вас приветствовать на канале Тортюфла. Сегодня готовим необычный, очень интересный, вкусный и нежный торт без выпечки дыня. В первую очередь нам, конечно же, понадобится дыня. Я взяла вот такую продолговатую торпеду. Но вообще дыня может быть абсолютно любой, и круглый, и зеленый, и желтый. В общем, это на вкус и цвет. Теперь нам нужно ее разрезать ровненько пополам. Для удобства поставлю дыню вот так на коробочку. Семечки нам, естественно, не понадобятся, их убираем совсем. И теперь наша задача вот так ложкой всю мякоть дыни вынуть. Вот такая у нас получилась лодочка в итоге. Пока отставляем ее в сторону. Мякоть от дыни и весь сок отправляем теперь в кастрюльку. Тогда же добавляем сахар. Я добавлю буквально пару столовых ложек. Но вообще нужно ориентироваться на саму дыню. Если она сильно сладкая, может быть, вообще не стоит добавлять. А если наоборот такая совсем не сладкая, то побольше добавить. Вообще очень важно для этого рецепта, чтобы дыня была ароматной. Такая даже сладость не столь важна, а вот аромат очень важен. И еще натру на терке на мелкой цедру одного лимона. Беленькая не забираем, только желтая. Белая часть она горчит. Добавляем цедру к дыне. Вообще дыня с цедрой это что-то. Это очень вкусно. Теперь включаю плитку. И пусть у нас несколько минут это дело проварится. В это время дыня пустит еще больше сока. А сок нам понадобится. Вот дыня прокипела у нас несколько минут, 2-3 минутки. Она пустила вот так очень много сока. И я процедила немного сока в отдельную чашечку. Оставшуюся дыню измельчаем погружным блендером. В 2 столовые ложки воды добавляю неполную столовую ложку крахмала. Здесь размешаю в стаканчике, чтобы не было комочков. И добавлю в пюре. Оно очень хорошо и быстро загустится. Нужно еще будет проварить несколько минут. Я использую крахмал кукурузный. Он совершенно не чувствуется. Вот я сказала добавить не полную ложку крахмала, а лучше полную добавить. Я чуть-чуть добавила. И вот в итоге такое густое пюре стало у нас. Очень концентрированное, очень ароматное. Пахнет очень вкусно. Будьте аккуратны, стреляется. Нужно отбегать. Все я снимаю. Вот смотрите, какое оно сейчас покажу по консистенции получилось. Вот посмотрите, такого солнечного цвета, красивого пюре у нас получилось. Отставляем в сторону, пусть потихоньку остывает. Теперь давайте подготовим желатин. В 2 разные чашечки или миски. В одну из мисок я добавляю чайную ложку сверху желатина. И заливаю 3 столовыми ложками воды. Отставляю в сторону на то время, которое указано на упаковке. Но у меня будет чуть-чуть подольше. Но это не страшно. Это нам понадобится для верхушки с семечками. 120 миллилитров воды. Холодной или комнатной температуры. Всыпаю желатин. Я добавлю 25 грамм желатина на наш объем. 120 миллилитров воды. Размешаю, отставляю в сторону на то время, которое указано на упаковке. Теперь приступаем к приготовлению белкового заварного крема. Это моя новая любовь. Нам понадобится 2 яйца. Нам нужно отделить желтки от белков. В этом рецепте нам понадобятся только белки. И желтков мы потом приготовим вкусно, а-ля карбонару, например. И что важно, чтобы миска, в которой будут взбиваться белки, была абсолютно сухой и абсолютно чистой. И ни капли желтка не должно попасть в белки. Чтобы белки потом лучше взбивались, добавляем в них щепотку соли и начинаем варить сироп. 150 грамм сахара. Вливаю 50 миллилитров воды. Вода должна просто покрывать сахар. Видите, вот сейчас он весь вот так намокнет. Ставлю разогреваться в плитку, ставлю на огонь и вначале доводим до кипения. Когда у нас хорошо закипит, сахар растворится, мы начнем взбивать белки. Вот сироп у нас хорошо закипел. Я начинаю взбивать белки. Начинаю с малых оборотов и дохожу до максимума. Вот, смотрите, как хорошо взбились белки. Никуда не ползают. Переходим обратно к сиропу. Если есть термометр, то проще тогда определить готовность сиропа термометром. Должно быть 110 градусов. У меня термометра нет. Я буду проверять в холодной воде или на тарелочку холодной воды. Буду проверять на сахарный шарик. Сейчас еще, скорее всего, рановато. Я уже давайте вот так проверю. Капаю чуть-чуть сиропа и пытаюсь собрать. А вот смотрите, уже собирается. Вот. Но шарика не получается. Видите, как расползлось все. Чуть-чуть, еще 30 секунд или минутку проварим. И еще раз попробуем. Важно не передержать, иначе сироп будет горький, испортит весь крем. И крем сам тоже станет горьким. Поэтому лучше почаще проверять. Так, проверяю еще разочек. Капаю чуть-чуть. И пытаюсь собрать шарик. Так. Смотрите, шарик собирается. Не нужно дожидаться, чтобы он был очень плотненьким. Я быстренько снимаю с огня. А чтобы не передержать очень горячий сироп, начинаю тонкой струйкой вливать. При этом миксер у меня работает на максимуме. После того, как влили сироп, взбиваем еще несколько минут. Набухший желатин растворяем или в микроволновке, или в кастрюльке на маленьком огне, или на водяной бане. Главное, чтобы он не закипел, а при этом крупинки растворились. Вот желатин растворился. Буквально 30 секунд понадобилось в микроволновке. И теперь при постоянном взбивании добавляем желатин. Добавляем пюре. И перемешиваем уже на малых оборотах. Вот такой у нас получился очень вкусный крем. Это такое воздушное суфле, нежное, со вкусом дыни. Можно оставить в таком виде и вот прям такой крем залить в наши лодочки. Но я хочу сделать чуть поплотнее саму консистенцию, поэтому добавлю 200 грамм творожной активии. Это вот мягкий творог. Добавляю и все еще раз размешиваю. Устанавливаю лодочку, чтобы она ровненько стояла. И вливаю наш крем. Можно оставить так. Поставить в холодильник до застывания. Я хочу еще сделать имитацию семечек. Для этого сверху вот так сначала укладываю пакетик или пленку. И вот с помощью риса сделаем выемку. Или риса, или фасоль тоже подойдет. Я вот так делаю ее продолговато. И теперь так опускаю внутрь. Аккуратно, чтобы крем наш выше уровня не поднялся. Вот так будет достаточно. И теперь уже отправляю в холодильник. Пусть застынет. Ну, пусть схватится нам до конца, чтобы он застыл. Не нужно. Пусть схватится. Я думаю, что через час можно будет уже достать. Так вот, тортик наш застыл, но не до конца еще. Но уже схватился. Поэтому я снимаю рис. И аккуратно снимаем пакетик. Наливаю сок дыни. Половинку маленького лимона. Аккуратно, чтобы косточки не попали. Вот у нас получился дынево-лимонный сок. Его нужно обязательно попробовать. В случае необходимости добавить сахар или наоборот лимонный сок. Порядок. И теперь нам осталось растворить желатин. Опять или в микроволновке, или в кастрюльке на медленном огне, или на водяной бане. Главное, чтобы не закипел. Вливаем теперь растворивший желатин и тщательно все размешиваем. Возвращаемся опять к дыне. Насыпаем семечки. Вот я взяла семечки тыквенные. Я не знаю, бывают они белые или нет. Я нашла такие. Посыпаем серединку. Теперь заливаем аккуратненько. Отправляю в холодильник застывать. И когда он чуть-чуть схватится, я еще разложу семечки наверху. Вот верхушка желе схватилась, но до конца еще не застыла. И сейчас самое время еще сверху украсить семечками. Но при желании. Вообще можно оставить только белые. Тоже будет очень здорово. А еще семечки. Но вот я их так все-таки побросаю. А вообще они такими рядами стройными идут. И вот можно при желании, можно еще вот такие аккуратные ряды выложить. Выложить что ли. Не удержалась и все-таки выложила семечки. И теперь отправляем уже в холодильник до полного застывания. Нам понадобится часа 2-3 теперь. Ну вот наш тортик. Такой интересный. Готов. Теперь осталось самое интересное. Это его разрезать. Если дыня круглая, то, конечно, лучше на дольки резать. А поскольку у меня такая продолговатая, я буду вот так резать все-таки. Так. Барабанная дробь. Ура! Получилось. Смотрите, как выглядит сбоку. И теперь уже отрезаю кусочек. Кому кусочек торта? Вот смотрите, какой у нас шикарный получился. Вот так со всех сторон показать кусочек. Обязательно попробуйте приготовить. Очень необычно и очень вкусно. А я от всей души вам желаю приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok